Радио Болткома Радио Болткома Ну, всё-таки хотелось бы начать с того, что мы оказались по жизни современниками изменения общественной формации. Мало кто об этом задумывается и это видит, но на самом деле тот строй, общественный строй, к которому все привыкли, в котором все живут и недавно был очень обустроен, фактически он сегодня меняется. Начало уже положено. То есть, мировые страны сейчас разделяются на несколько, скажем, союзов. Союзы оформлены, не оформлены, но надо понимать, что конец глобализации постепенно наступает. Глобализация достигла пика и всем стало понятно, что в этих условиях жить просто многим странам невозможно. Кто организовал... Вы знаете, вот вспомнить историю, школьную историю, ну, всегда строй менялся на более прогрессивный. Феодальный на капиталистический. Капиталистический становился глобальным, империалистическим, как раньше говорили. Но, в принципе, он давал путь к развитию, толчок к развитию человечества, в какой-то степени облегчение его жизни. Но всё, вся жизнь была направлена всё-таки на... как на центрифуге. Кто-то на периферии, кто-то в центре. И это закон общественных строев. Сегодня, как это ни странно, на тех событиях, которых мы сегодня видим и присутствуем, всё равно какая-то выделяется небольшая группа людей, которые на глазах за несколько дней становятся супермиллиардерами. Так продолжаться... Несмотря на кризисы, войны и так далее, да? Кризисы – это отдельная статья разговора. Дело в том, что кризис всегда возникает тогда, когда чего-то много. А чего-то мало. Но начнём с того, что мы все знали, что кризис финансовый в 2008 году наступит. Я тоже... Может быть, не знали точно даты, но приблизительно да. Точно даты мы не знали, но я ещё в 2006-2007 году писал ряд статей о том, что это ненормальная ситуация. Приходят к управлению странок власти малокомпетентные люди, популистские люди, которые выхватывают из этих понятий взаимных отношений в обществе и социальном, политическом определенные популистские лозунги и организовывают эту жизнь. Тут разные условия. Вспомните. Вспомните предысторию 2008 года финансового кризиса. Уже назревал, все знали. Необыкновенное количество строительств, бытовой техники, всех условий для человека. Кредиты, которые выдавали... Вот кредиты, которые... Необеспеченные, да. Нет, даже уже разговора об этом не могло быть и речи. Только иди, приходи, покажи паспорт, и тебе дают первые месяцы без процентов. Потом вообще, когда надо, мы тебя поймём, лишь бы раздать товар. Потому что денег было неуемное количество, их надо было. Существовала целая группа специалистов экономики, особенно в Америке. В Америке, если вы обратили внимание, за последние годы очень много нобелевских лауреатов. Нобелевские лауреаты у них по экономике, которые двигали развитие маркетинга, который строился только на одном принципе – найти покупателя, всучить покупателю. И остальные экономисты за последние десятки лет стали те, которые занимались инструментами обслуживания финансовых пирамид. Никакого отношения это к экономике не имело. И рано или поздно это должно было... Это и случилось. Что сегодня мы переживаем? Мы переживаем последствия. То есть всех этих принимаемых решений, когда печатались гигантское количество денег. Вы посмотрите, кто живёт долги. Но кто мог подумать у нас с вами, что Япония будет иметь почти 200% долговалового продукта. Америка ещё чёрт знает сколько. Скрытых, не скрытых. Деньги печатаются. И появилась теория, что надо печатать деньги. Надо вливать деньги, тогда люди будут брать лёгкие кредиты, начнутся стройки, выпуски. Экономика будет двигаться. Это всё равно, что поджигать бензином констёр. Перебор тоже оно и случилось. Поэтому в 2008 году лопнул финансовый перебор. За это время производились столько много товаров, что было понятно, что после финансового кризиса должен случиться сугубо экономический кризис, то есть перепроизводство. На складах было гигантское количество разнообразных товаров, чего только не было. Вот он и случился. Он и случился. Но с 2014 года всё пошло не так, как все предполагали. И всё равно стала... Все гонка производства приводила к тому, что мы стали людьми потребления. Мы уже не имеем ни социальных понятий, ни психологических понятий, ни политических понятий. Мы стали дети потребления. Что купить? Где купить? Опять купить? Нет, уже нет вопроса, где. Везде можно купить. На дом уже привозят. На дом еду, одежду, оба парфюмера. Только бери. То есть всё было рассчитано на человеческий ресурс. Но он тоже должен был закончиться. И потребительский человеческий ресурс пришёл к концу. Злые языки утверждают, что пандемия была организована. Почему? Потому что хотелось притормозить этот бесконечный потребительский бум. Как его притормозить? Ну, я не знаю. Я вообще-то не могу утверждать, потому что это просто невозможно себе представить нормальным человеческим мозгом, что это можно быть организованным. Но и пандемия не остановила. Опять печатали деньги, опять раздавали люди, привыкли сидеть дома, ничего не производить и всё потреблять. Нарушили самый главный принцип. Ты должен покупать ровно столько, сколько ты заработал. То есть денежная масса и товарная масса должны совпадать. Но сейчас псевдоэкономисты, псевдоакадемики... Вы говорите, что в долг берите. Да, давайте печатать деньги, раздавать людям. И мы раздаём. Мы становимся все люди-паразиты. Из-за этого пошло такое выражение «вертолётные деньги». Вертолётные, разбрасываются деньги. Смотрите, ряд стран, где общество сплочённое, трезвое и грамотное, например, в Финляндии, Швейцарии, провели референдум. Надо ли давать каждому по несколько тысяч евро и больше никаких социальных доплат? И все они отказались. Потому что главный принцип этих здравомыслящих людей был один. Как это так? Не зарабатываешь, а получаешь. У тебя не будет ни мотивации, ни стимула. И работать уже никто никого не заставит. Это трагедия. Вот мы с вами современники развала известного принципа капитализма. Какая новая формация должна быть? Уверяю вас, никто не знает. Да и никто не задумывается. Потому что управление государством повально, тотально пришли вообще непрофессиональные люди, случайные люди. Министром экономики может быть человек, который вообще не понимает, что такое слово «экономик». Министром здравоохранения может быть человек, который не имеет никакого, в общем-то, образования. Может быть, музыкальное, может быть, какое-то театральное. И он может управлять медициной. Это огромная сложная система взаимоотношений. Понимаете? И это не в одной стране. Это во многих странах. Посмотрите, кто хочет воевать. Министрами обороны стали женщины. Да не в этом, что там гендерная проблема. А в том, что это должны быть профессионалы, которые должны что-то рассчитать, показать и сказать своему правителю, что ой-ой-ой. Дело-то не в поле, а в подготовке профессиональной. Вот такое время мы, к сожалению, попали. Мы должны это четко понять. Кто выживать будет? Тех странах, где общественный строй и общественное настроение совпадают. Мы еще к этому вернемся. Не могу не задать вопрос. Это то, что у нас у всех на слуху. Как реакция на военные действия, мы сейчас не будем даже говорить правильно или неправильно, были введены санкции. Сначала это были секторальные санкции, потом они уже стали всеобщие. Санкции Соединенных Штатов – это отдельная история санкций Европейского Союза. И тут возникает вопрос. С одной стороны, понятно, что Латвия – это не та страна, которая принимает глобальные решения о введении санкций и невведении. С другой стороны, может быть, и когда мы вводили эти санкции, мы, я имею в виду Европейский Союз, надо было вообще посмотреть, для чего мы их вводим и какую цель мы преследуем. Если мы преследуем цель наказать самих себя, это одна история. Ведь если говорить цинично, все же прекрасно понимают, что основной доход российского бюджета, который позволяет ей вооружаться – это газ, нефть, нефть и продукты. Это то, что мы не санкционировали, обратите внимание. Уже шесть пакетов прошло. Что только не делали. Какого-то там крымского политика санкционировали. Потом взяли минеральные удобрения, санкционировали. Кстати, в результате у нас здесь встал весь транзит минеральных удобрений уралхим, уралкалий. И теперь говорят, что Африке грозит голод, и мы остались без транзита. Надо меньше думать об Африке. Нет, я не... Вот на ваш взгляд, может быть, какой-то должен был быть другой подход? Не вдаваясь даже в подробности, кто по поводу войны, кто... Не вдаваясь в подробности, в любом случае война – это плохо. Это понятно, да. Это необсуждаемо, и это все понятно. Но люди, которые принимают решения, как я уже сказал чуть-чуть раньше, абсолютно неграмотны. Они не понимают последствия своих решений. Это раз. Во-вторых, если говорить о людях, о их жизни, то это решение никакой связи между собой не имеет с людьми. Принимались популистские решения на малограмотном уровне. Результаты, последствия их вы себе даже не представляете. Цены имеют одну особенность. Когда они уже поднимаются, они практически к первоначальному виду не возвращаются. Чтобы там нас не пытались успокоить. Чтобы нам не говорили и не рассказывали. Вот такая особенность экономики. Вы должны понимать, что западный мир жил буквально еще 10 лет назад. Возьмем 10 лет назад. Западный мир жил прекрасно. За счет чего он жил? Ну, мы думаем, что там технологии, все прочее и так далее. Нет. Это маркетинг западных стран. Маркетинг западных жилей, что все, что у них происходит и делается, это лучше, перфект и так далее. На самом деле, оказалось, это не так. Страна такая, как Америка, сама ничего уже не производит. То есть, она является страной-паразитом. Но паразитов долго нельзя просуществовать. В чем ее паразитизм? Она печатает деньги и все их раздает. Она имеет банки, которым всем управляют, и она им раздает. Она имеет влияние на все органы управления между государствами. Какую вы организацию не взяли? Международный валютный фонд или, например, скажем, Свифт или еще, и она может всеми управлять. Но рано или поздно находится этот толстый плохой парень, его уже все начинают не любить. Находится другой тощий худой парень, который говорит, ты мне надоел, я с тобой буду воевать. Тот ему говорит, я же тебе одним пальцем. Не получается. Так вот так... Это намек на Китай, видимо, да? Я думаю, что не только Китай. Вообще, российскую составляющую недооценивают. Это особая страна, особый разговор, и мы не будем сегодня об этом говорить. Но всю суть заключается в том, что не обязательно должен был выступить Китай. Это могла выступить и другая любая страна. Но выступила в данном конкретном случае Россия, по ряду разных политических мотиваций, не будем обсуждать сегодня. Но факт остается фактом, что вот эти страны жили за счет кого? За счет малооплачиваемых азиатских стран, восточных стран. Некоторые из восточных стран сумели устроиться лучше, чем другие. Ну, например, Польша. Но Польша, в отличие от наших с вами событий, имеет единое практически общество. И это очень важный показатель поведения, кого они выбирают, как ими управляют. И она давно сумела. Она сумела еще, когда разваливали систему социализма. Им Запад давал огромные субсидии оторвать от СССР. Они их не профукали, в отличие от многих наших стран. Они вложили в экономику, вложили в промышленность. И главной базой с любой стороны в экономике должна быть промышленность. То есть, тот классический Карл Маркс, у кого средства производства, тот командует парадом. Ну, нам же пытались говорить о том, что все экономисты, которые говорят, что промышленность, это все, они отстали от жизни. Олег, я всю жизнь здесь выступал против того, чтобы разваливали промышленность. Я всю жизнь говорил и повторяю, и буду до сих пор говорить, что развал средств производства, и производство приведет к Олбсу. Рассказывая о том, что мы транзит, и будем только сидеть, макать пальчиком туда или сюда. Вот сейчас мы видим, где транзит. Вот где транзит. О, есть такое, со многими, я тут известными профессорами спорил по этому вопросу, но, к сожалению, оказался прав. Потому что то, что в чужих руках, это не твое, и ты не можешь на это влиять. Но это еще не все. Ну, вот сейчас мы зацепили санкции. Ну что? Ну, представляете, у нас уже не 32 миллиарда вал был, а, скажем, около 30 миллиардов. Валовый продукт. Валовый продукт. Ну, если сейчас у нас был оборот с Россией около 6 миллиардов, и его закроют на замок, ну, хотя бы наполовину, 3 миллиарда упадет. А если закроется Северсталь, миллиард, а еще Урал, Калий, Химкалий, да, еще там дофига каких-то, то у нас станет уже где-то 25-26 миллиарда валовый продукт. А если вы возьмете, что у вас долг, а был, скажем, 18 миллиардов к 30, это 60%, то вы возьмите, уже скоро будет 20, и поделите на 25, нам больше кредитов дешевых никто не даст. Об этом уже предупредил и министр финансов Янис Раэс. Как он сказал, бал закончен. Он предупредил правильно, но он человек по натуре такой мягкий, командовать жестко не может, а его никто не слышит. А он прав, между прочим. А он прав, и популизм сейчас перед выборами зашкаливает. Я просто хочу сказать, что осенью будет плыв. Мы отдельно об этом поговорим более подробно, чтобы не захватывать куски тем. Но, в принципе, так происходит во многих странах. Посмотрите, греки имели жуткий процент долга. Очень большой. Да. Европейский Союз, как мы помним, еще до пандемии всякие разные программы помощи им предлагал. Германия им дала огромные деньги и спасала. Италию тоже. Испанию так и не спасли в силу разных характеров. Все зависит, чем взаимоотношения. Но ведь долг у Японии еще больше, чем у них. Но этому никто не говорит. А в Америке еще больше. И об этом вообще никто не говорит. Но когда у них всех долги, и у этих, и у этих, и у этих, простите, как будет жить? Рано или поздно помощь эта оборвется. Если оборвется помощь, с чего мы будем жить? Ну, с чего мы будем жить? Транзита нет. Банковская прибыль уже никакая. У нас падает то, что мы умели делать. Теплоэлектроэнергия, она упадет. Ну, останется лес. Ну, шведы постарались. Они уже вырубили столько леса у нас, что осталась только молодая поросль, которую засчитали в лес. У нас, мы скоро окажемся в самом жестоком месте. При этом Литва этого не делает. Литва имеет серьезное свое хозяйство. Латвия не может себя снабдить целиком продовольствием. А Литва может. Хорошо. А что мы будем делать со всякими этими санкционированными активами? Мы их что будем? Продавать? Что? Перенимать? Вообще что? Расфукаем. И, как я понимаю, как все, что происходит у нас в коррупционном мире, по дешевке скупят те люди, которые имеют доступ к телу. А, и все? И все. Хорошо. А сейчас вот нам говорят, вот премьер говорит, что нужно нам проводить мудрую реиндустриализацию. Я вам, правда, не объясню, что это такое. Но, может быть, все-таки это как раз намек на необходимое своего производства? О чем вы говорите? Или вы не очень верите в это? Я не верю по одной простой причине. Есть один момент, который никто не учитывает. Кроме сырьевых ресурсов, страна зависит от другого. А с каждым годом это становится более весомым ресурсом. Это человеческий ресурс. Есть ли в этой стране человеческий ресурс, способный грамотно научиться квалифицированным работам, грамотно работать? Тогда это богатая страна. Но сегодня технологию купить ничего не стоит. А вот человека нельзя купить. Но его высосут в другую страну. Да. И все. Но оттуда, откуда высосут, там быстро все не растет. Поэтому перспективу здесь делать деинструализацию я не верю, потому что здесь нет ни тех профессий, которые делаются на заводах. Нету их. Да. И игры, приложения, IT, сколько хочешь. Но ведь это же не валовый продукт. Это же баловство, иначе говоря. Я хочу еще сказать главную мысль. Дело в том, что мы за последние десятилетия в мире пришли к финансовым пирамидам. Вот эти финансовые пирамиды – это МММ. Они будут валиться. Они не могут. Те страны, которые не втянулись в пирамиды, какие бы они на сегодняшний день не оказались отсталыми, они выиграют в этой жизни. В перспективе, да? В перспективе, да. И такие страны – это нормальное явление развития человеческого общества. Одни будут умирать, другие – восстать. Но я к человеческому ресурсу хочу вернуться. А Европа его не имеет. Она устареет. Поэтому все продукты, которые производила Европа, сегодня будут очень неконкурентны с тем, кто производить будет в Средней, Ближней Азии, Дальней Азии, там, где есть человеческий ресурс. И они поймут, что они могут делать за свои деньги между собой. Им не нужно бегать в кредитной ситуации к европейским банкам или к американским банкам. Вот это будущая беда для этих стран. А эти будут развиваться. Мы понимаем, если мы говорим о войне, что рано или поздно, это может уже такая банальность звучит, что война заканчивается миром. Мы сейчас не будем заниматься спекуляциями, каким миром, какой будет заключен договор. Я бы хотел такой вот момент спросить у вас. Как будут развиваться экономические отношения после того, как все закончится, этот ужас в центре Европы? Что будет? Ведь очевидно, что этот железный занавес, который сейчас опустился, в отношении для Латвии, это Россия и Беларусь и соседние страны, так быстро его не поднимут. Ну, вряд ли мы увидим, что его завтра поднимут и скажут, ну, ладно, мы тут погорячились. То есть, с этой новой реальностью придется жить достаточно долгое время. Что будет вообще происходить? И к чему нам надо быть готовыми? Я хочу сказать вот что. Как бы это ни звучало, так сказать, печально, но я хочу сказать, что такие страны, как мы, не будут заметны на мировой сцене. Как мы устроимся? Что внутри устроится? Рассыпемся. Пройдет ли взаимозамещение? Но я таки представляю себе, что где-то несколько тысяч лет назад, а может быть, тысячу лет назад, когда шло великое передвижение народа, мы вот сейчас увидим на собственной шкуре. К нам будут приезжать совершенно другие люди, которые будут осваивать эту территорию, так как мы не способны. Мы все равно, вы посмотрите, что мы делаем. Мы выбираем одних и тех же людей. У нас в депутатах сидят люди от начала 90-х годов. Они уже давно там пригрелись, пришились, они ничего не хотят. Самая большая трагедия в нашем мире, что у нас стал чиновничий класс из маленькой прослойки, чиновничий класс, и он не даст развиваться. То есть он управляет страной, даже не депутатами. Ну, естественно. Никакие министры не управляют, они никто. Министры-то, как они сами себя объявили в свое время, Великая Аблтония объявляла, что мы только политические министры, мы не отвечаем ни за что, у нас есть аппараты. Но это я помню по своей жизни, когда, если раньше надо было стать директором, пройти все ступени производства, а потом не надо было, потому что избыток кадров в партийных органах, они стали назначать, их называли красными директорами. И так как они ничего никогда не знали, они говорили, мне ничего не надо знать, у меня есть главный бухгалтер, главный технолог, главный механик. Я просто сижу. Я просто сижу, я управляю политически. Ну, и направлялись. Кстати, развалились как раз эти заводы. А те заводы, где были нормальные директора, то есть практически... Не красные, да? Не красные, они сохранили производство. Их политически развалили. Сегодня воссоздать это могут только те государства, у которых сохранился нормальный общественный общий интерес, и где есть, скажем, спаянные... Сегодня кто здесь будет работать? Молодежь уезжает, репродуктивный возраст уезжает, здесь все время падает численность. Мы все время говорим, ну какие там миллион девятьсот населения? У нас едва ли миллион пятьсот тысяч, из которых уже почти тридцать с лишним процентов стариков, а двадцать процентов едва ли молодежи. А как мы сможем потом в результате обеспечить пенсионную систему в этой связи? Я не знаю, вот я вижу по примеру Франции, которая все время уже менее французской становится. Вот вам пример. Но мы тоже станем менее такой страной, потому что будет приезжать совершенно другой контингент, чтобы что-то делать. А литовцы не пускают. Они всю жизнь такие были. Наша ментальность разная. Литовец и эстонец стояли за свое маленькое, но ментальное общество. И они его держали. То есть такое количество мигрантов у них там не было в советское время? Нет. Вот говоря об общественных отношениях, вот об экономике, ну хорошо, ладно, если мы даже минуем Латвию. Другие страны сделают какие-то выводы о том, что очень важно укреплять свое производство и так далее, так далее? Я думаю, что это будет стоять самой большой проблемой в богатых странах. Например, Германия – это единственная страна, где в валовом продукте удельный вес промышленности, то есть валового продукта, 55%. Это очень хороший показатель. Это очень хороший показатель. И она грамотная страна. Но сейчас, я думаю, ее вот эти вот популисты разнесут пух и прах. Я в это верю, потому что принимать такие решения, а нам пофиг, нам не надо ничего, ни удобрений, ни газа, мог только популист, который вообще не знает, а чем это кончится. И у них политики настолько сильны, что робкие заявления промышленников, которые мы слышим, ребята, что вы делаете, мы сейчас останавливаем самый большой завод по производству удобрений, там, так далее, не играют роли. Вот с чем это кончится, вы можете сами сделать вывод. А ведь когда-то, а ведь когда-то немецкое качество было действительно образцом качества. Но теряя это, мы получаем совершенно другие товары, более качественные, и в несколько раз дешевле из других регионов мира. То есть Германия просто может сама снизить свою конкурентоспособность в итоге? Она уже это делает. Она уже это делает. Вы же знаем, я не хочу обидеть никого из поляков, но китайское качество считается просто ниже Плинтуса, и польское качество считается. А завоевать качество – это надо десятки лет. Надо профессионалы, преданные своему делу. Мы их в Латвии разгоняем, им не надо, и у них не надо. Пока поляки это держат, но выдержат ли они удар, я не знаю. А немцы? Немцы уже не выпускают классический по качеству Мерседес. Он уже по заключению уровня качества где-то 13 место. Понимаете? А ведь раньше Мерседес – это же был эталон качества. Терять это и заменять это потом гигантскими пудами интернета, пиара не помогает. Сколько ни говори халва, слаще не станет. То есть фактически мы говорим о том, что вообще много чего изменится, вот то, с чего мы начали. Уже меняется на глазах. Хорошо. Вот давайте представим, я понимаю, что это не от нас зависит, но может быть мы тоже свои 5 копеек, что называется, вставим. Давайте представим какую-то идеальную модель посткризисного развития Латвии. Что бы Латвия могла сделать? Я сейчас не говорю о том, может ли. Что бы она должна сделать, вот если бы, не знаю, вас бы спросили, что она может сделать при той ситуации, в которой она уже оказалась. Вы уже правильно заметили, что ни завтра, ни послезавтра у нас, не знаю, Альфа, ВЭФ и так далее, ну, не появится. Это мы понимаем. Это уже забыто. Это уже забыто. Но первое, что надо сделать – изменить сатварство. Что это значит? Это надо внести ряд изменений в наши политические установки. Первое – это надо прекратить такой вид управления, где коалиция решает всё. В коалиции приходят люди, которые решают свои личные проблемы, устанавливают своё правительство, они не контролируют. На сегодняшний день надо чётко понимать, а что мы имеем в Латвии? А мы имеем гигантское количество чиновников. Чиновничные уже стал… Я уже говорил не про слойка, а класс. Вы можете себе представить, что мы из бюджета тратим на управление государством почти 45-50% балового бюджета? Они что? Они уже теперь получают такую зарплату? А нам же говорят, что происходит оптимизация? Какая? О чём вы говорите? Они в жизни никогда… Кто же даст себя уволить? Кто даст себя сократить? Это исключено. Чтобы сделать и сохранить Латвию, я считаю, что первое сделать – это надо всенародно избранный президент, который по американской системе ставит свой технический кабинет. Это надо, чтобы была двойная система 50% на 50% выборов депутатов, мажоритарные и партийные списки. Это надо, чтобы, если депутат выбрался, и он решил перескочить другую партию, у него забирают мандат и объявляют на этом участке новые выборы, не зависит от никаких подвижений по партийным или эластичным спискам. Надо, чтобы мы имели право, избиратели, что если депутат сказал, что он будет делать и как он сделать, и год прошёл, и он ничего не сделает, мы собираем то количество голосов, сколько стоит это депутатское место, и его убрать. То есть надо внести принципиальные политические изменения, и тогда говорить о следующем. Надо, чтобы не чиновники управляли министрами, надо сократить расходы чиновничьих аппаратов и всех прочих управлений как минимум на 50%. Вы подумайте сами, прежде чем говорить о многих философских течениях, давайте поговорим. У нас есть и сегодня около 11 миллиардов бюджет, он может оказаться после всех манипуляций, о которых я рассказал, где-то около 8. А на всё остальное денег не хватит. Вы можете их разложить, это очень просто. Если будет следующая передача, то мы с вами подробно поговорим, из чего это состоит, куда это направляется. Но вы можете себе представить, когда упадёт 30%. Тогда надо сокращать это управление. Это надо управленческие расходы. Ну, например, у нас они 45-50%, а, например, в такой стране, как Германия, управленческие расходы в бюджете составляют 14-18%. Есть о чём говорить? Мы говорим о том, что будем опять теоретизировать, опять популистские лозунги выдвигать, но министр должен быть профессиональным работником, нести ответственность за свою работу. Причем его утвердить, надо послушать его программу. Если он эту программу через полгода не активизировал, не выполняет, его надо убирать. То есть многие вещи изменить. Только после этого мы будем говорить, может, выход всегда есть. Страну надо спасать, это 100%. Надо прекратить внутреннюю грязню. Надо, чтобы все члены общества были нацелены на одно. Это наша страна. У нас изумительная страна, она Богом данная страна. У нас ни штормов, ни бурь, у нас ничего нет, слава Богу, ни войн, ничего. Прекрасное геополитическое положение. Прекрасное геополитическое положение. Мы его убили, угробили, всё на свете. Восстановить это, я считаю, можно. Но надо сделать некоторые шаги для этой цели. Не сделаете, а только порассуждаете, и выслушаете очередное обещание. Ой, ребята, да что вы меня выберете, я вам всю коррупцию разгоню. Да, да, да. Главные коррупционеры приходят в коррупцию, они будут разгонять. Вы шутите? Да. Это тоже интересно. Вот сейчас представитель Рига Силтумса на днях выдал страшную тайну. Нам же говорят, что мы будем закупать альтернативный газ. Но по какой цене, это, как мы знаем, секрет. Государственный секрет, по какой цене, это нам не говорят. И серии сюрприз будет после выборов. И вот представитель Рига Силтумса раскрыл страшную тайну, что если так дальше пойдет, то цена на отопление за однокомнатную квартиру в Риге может достигнуть 250 евро. Только за отопление. Это значит, что за однушку придет счет на 400 евро. Значит, за двушку мы понимаем 600, но за трешку мне даже страшно себе представить. Кто это будет оплачивать? Как это латвийцы будут оплачивать? И что дальше будет происходить? Мы уже это проходили, люди не будут оплачивать. Будет кризис неплатежей? Будет кризис неплатежей. Во-вторых, будут копейки добавлять. Потом, вы знаете, у нас вдруг говорят, что у нас уже пенсия 428 евро средняя. Ну, мы знаем, что такое средняя. Средняя температура по больнице. Маленький слой населения получает большую пенсию, а огромный слой, почти 80%, они получают около 350 евро. Вот тебе и средняя. А как они будут жить? Ну, они не будут жить, но они не будут платить. Но если вы будете выключать газ, отопление, ну, результаты, последствия вы же понимаете. Нужно в этой ситуации, я считаю, это кризисная ситуация, это серьёзная ситуация, социальное положение очень сложное, политическое. Нужны, конечно, другие люди в управлении государством. Ну, давайте по Высоцкому. Настоящих буйных мало, вот и нет среди нас вождей. Это надо понимать. Молодёжь сама устранилась, она не хочет участвовать. Она всё время... Ставка катастрофическая, низкая, да. Ну, я считаю, что надо... Люди сами виноваты. Мы же выбираем. А потом мы говорим, ну, некого. Вот эта ситуация... А вы знаете, других некуда выбирать, некого выбирать. Это ужасно. И я вспоминаю всегда ситуацию довоенной Латвии. Единственный человек, который нашёлся и прекратил безумную болтовню разных различных партий, которых было несколько десятков, это хорошо описано, это был Карли Сулманис. Его надо было поизучать. Называя его диктатором, ну, в какой-то степени он был диктатором. Но он отвечал за Латвию. Это не его, конечно, беда, что случилась внешняя ситуация. Он не мог на это повлиять. Но он восстановил сельское хозяйство, он восстановил промышленность, он дал людям надежду, работу и дал своё государство. Не без изъянов. Естественно, такого нет. Но это был хозяин в стране. А сегодня... И вот пока мы не вернёмся к этой ситуации... Я думаю, что всё равно рано или поздно найдётся человек, найдётся группа людей, которые действительно истинные патриоты, которые любят свою страну не за деньги, не идут ради решений за деньги, а которые идеологически будут вставлять, мы можем встать. Нет проблем. Маленькая страна, идеально сделана. То есть можно здесь улучшить жизнь? Нет сомнений. Нет сомнений. И я знаю многих моих коллег, которые готовы бескорыстно в этом участвовать. Я такой задам, такой, может, последний вопрос. У нас так время быстро бежит. Интересный разговор. Но вот многие считают так, что мир поделился до 24 февраля и после. Я сейчас, опять-таки, не хочу в военную, но изменится после завершения войны, изменится всё, как вы сказали, общественное отношение, цепочки поставок, транзитные пути и так далее. Вы тоже так считаете? Или это преувеличение, и через какое-то время мы увидим, что санкции снимаются, что восстанавливаются какие-то прежние связи? Уже всё началось. Уже назад возврата нет. Вот так, да? То есть мы не сможем вернуться второй раз в одну и ту же воду? Нет, мы не сможем войти второй раз в воду, но самое главное, что разбудили совершенно другие силы, другие страны, и будет очень серьёзное изменение на международной арене стран. Это начало процесса. Какое будет выбрано, какая удобная формация общественного строя, я затрудняюсь сказать. Но я близок к тому, что это государственный капитализм. Ну, я так понимаю, что все эти международные структуры, тоже их вообще какой-то, их роль будет пересмотрена, потому что вот это отчаянное положение, я извиняюсь, организации объёмных наций, напоминающие беспомощную лигу наций, ведь это же о чём-то говорит? Это говорит. Потому что когда есть мощные страны, которые влияют, никакая лига или организация не может существовать, её ничего не сделает. Но когда появится на сцене уже ни один, ни две, ни три, ни четыре, а десяток сильных стран, это всё изменится. К этому оно и идёт. То есть будет такой многополярный мир в этом понимании, да? Да, он уже начался. Он уже начался. И возврата назад уже нет. Но вместе с ним одни рухнут, другие восстанут, будет мощное изменение в мире. Человеку надо найти в этом мире своё место. И стране особенно. Такая маленькая страна и благополучная, как мы, обязана найти себе жизнь. Не надо отдавать на откуп дилетантам свою жизнь. Ну, вот, фактически обобщаясь, всё, что вы сказали, вот это вот жизненное своё место, может быть, какое? Ну, я только буду обобщать, да, вот это всё-таки своё производство, да, несмотря на то, что вы маленькая страна, это всё-таки использование по максимуму своего геополитического положения, так я понимаю, да? Вот это ведь эти, и, естественно, использование человеческого ресурса, да? Я заключение хочу создать. Каждая страна, в первую очередь, должна кормить себя сама, чтобы ни от кого не зависеть. Обывать... Не надеясь на Европейский Союз. Никого. И одевать и обывать себя. Основное в жизни страны нужно понимать, какие аспекты. Первое – это семья. И семья должна быть главным, недаром её раньше называли ячейкой общества. Второе – это должен быть труд любой уровня, обеспеченный, оплачиваемый, уважаемый. И это своя страна. Вот три – семья, труд и страна. Да. И я хочу сказать, что это настолько важно. Не зависит от национальности проживающего. От языка, да? От языка, от его взглядов. Это общая страна. Если в этой общей стране каждое то, что я назвал, это будет уважаемо, это будет признано, страна будет существовать независимо от круговой формации. Если мы... Я считаю, что мы могли это сделать. У нас достаточно толерантные, образованные люди, у нас высокая образовательность. Наш человеческий ресурс намного выше окружающих. Это наше преимущество? Наши преимущества. А мы этот плюс превратили в минус, да? Мы превратили в минус. Да. Ну что ж, будем надеяться, что мы его превратим все-таки в плюс, пока жизнь продолжается, мы живем. И буквально, может быть, последняя ремарка. Вот сейчас приезжают беженцы. Мы, опять-таки, не будем о политике, об экономике. Это тоже для нас возможность? Ведь в конце концов у нас действительно острая нехватка квалифицированной рабочей силы. Я понимаю, что сейчас в силу вот этих событий приезжает главным образом все-таки, ну, женщина с детьми, да? Или там люди уже за 60 плюс. Но, тем не менее, это тоже для нас возможность? У нас, во-первых, приезжают не только одни женщины, во-вторых, не только старики. Но я хочу сказать, приезжает довольно хороший человеческий ресурс. Грамотный, работящий. Они вот достаточно образованы. И самое главное, что они привыкли к труду. Это не беженцы из Эритреи, которые говорят, дайте нам пособие, да? Нет, нет, нет. Я считаю, что наша задача их принять, трудоустроить, использовать, дать им нормальные условия жизни, и они нам будут принимать участие в нашей экономике. Это нормальное явление. Это как раз для нас потенциал, да? Это возможность хорошая. Они всегда работали здесь. Украинцы в очень многих местах работали. В колхозах до этих событий, в Зибатом, сейчас, на стройках. И с ними никаких особых проблем не было. Они работящие, работящие привыкли к труду. Другой вопрос, чтобы не было межнациональных конфликтов. Вот вся история. Это зависит, как мы себя поведем. А, кстати говоря, да. Да, как поведем. Доктор Канона Кирея Герчиков у нас был в студии. Большое спасибо. Спасибо. Слушайте радио Болтком.